МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Культурным проектом театралы пригласили к диалогу различные слои населения – учителей школ, журналистов, соцработников и даже наркополицейских. Герои нашего времени, так Русский театр и Министерство культуры Республики обозначили тему нынешней творческой лаборатории. Проект призван интегрировать театр в существующее социальное пространство, показать обществу, что в его стенах можно не только приобщиться к искусству. Режиссеры и актеры готовы поднимать и обсуждать серьезные проблемы, которые волнуют современников именно сейчас. Театр ищет свое место в пространстве культуры, в пространстве города, попытка быть полезным городу и населению. Потому что мы идем и разговариваем вместе с педагогами для того, чтобы вместе учить или воспитывать, а, скорее всего, самое правильное слово – просвещать. Темы для эскизов спектаклей подобраны так, будто их взяли из вечернего выпуска новостей или с первой полосы «Свежей газеты». На сцене говорили о проблемах наркомании, религиозном экстремизме, одиночестве стариков и детей. Превратятся ли эти эскизы в полноценные постановки, на большой сцене будут решать сами зрители путем голосования. Но даже на предварительном просмотре было ясно, что с темами режиссеры попали в десятку. Ты цепляешься, я цепляешься! Они! Они! Я к этому есть! Прости! Прости! Мамочка! Из-за такого содержания, такой тематики, нужно сначала опробовать в лаборатории. Потому что, к сожалению, наш зритель не всегда подготовлен и к такой тематике, и к такой лексике, и к таким, наверное, актерским настроениям, которые мы сегодня увидели. А в рамках лаборатории это вполне достойно, интересно. Большая часть театральных эскизов рассчитана на школьную аудиторию. Старшеклассники – это та часть зрителей, которых довольно сложно привлечь в театр. Поэтому в рамках лаборатории прошла республиканская конференция для педагогов и работников культуры, где русский драмтеатр поделился опытом проведения театральных уроков. Это особый жанр спектакля, позволяющий учащимся лучше усвоить школьную программу по литературе. У нас общая задача с педагогами. По большому счёту, я говорю, это без всякого ложного пафоса. Это воспитывать, просвещать и всё-таки приносить пользу детям, которые растут. Что касается эскизов спектаклей, то их судьба решится в ближайшее время. 11 ноября творческая лаборатория закончит свою работу. Если зрители проголосуют «за», то, возможно, скоро репертуар театра пополнится новыми интересными постановками. В рамках творческой лаборатории прошёл семинар по культурной журналистике. С нашими коллегами в неформальной обстановке встретилась историк театра и режиссёр Лариса Лейченко из Красноярска. Разговор был оживлённым. Режиссёр рассказала о современных направлениях в театральной жизни, раскрыла некоторые технологии привлечения зрительской аудитории. Помимо этого, посетовала на нехватку профессиональной театральной критики и отсутствие, по крайней мере, в Красноярске, журналистов, способных грамотно писать о театре. Я не преподаватель журналистики, я говорю сейчас эмоционально о своих собственных ощущениях. Но я знаю, как обижают артистов, а уж тем более режиссёров, неточности, искажённые позиции какие-то, имена, а оценки вообще недопустимы. Потому что лицензию имеет право писать только профессиональный человек, а журналист пишет материал. Наша республика присоединилась к Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств». Она прошла 3 ноября. За один только вечер краеведческий музей посетили более 600 человек. Зрителю удивила насыщенная программа мероприятия. К Высокому приобщился и наш корреспондент Виктор Буров. «Ночь, улица, фонарь, аптека». В музее организовали необычный фотосалон, в котором каждый мог почувствовать себя героем знаменитого стихотворения для полного погружения в атмосферу XIX века наряды с тех самых времён. Я люблю такие вещи. Я люблю стихи, музыку, историю, люблю жилопись. Это совсем рядом с моим домом, как-то прийти. Сам Бог велик. Русский драматический театр приготовил для зрителей биографический моноспектакль о жизни Михаила Лермонтова. Станислав Клапин одновременно и актёр, и режиссёр. Работать над постановкой он начал ещё в студенческие годы. Уже несколько лет спектакль идёт в Абакане, но и сегодня снова аншлаг. Мы немного отвыкли от красивого, правильного русского языка. И когда мы его слышим, потому что ни одной моей строчки нет, всё слова Михаила Юрьевича. То есть, когда слышится этот язык, действительно красивый наш богатый русский язык, то человек очень радостный от этого. Большинство площадок о книгах поэзии «Ночь искусств» посвящена Году литературы. Абаканцам впервые представили единственную книгу о жизни Евгении Евтушенко. Автор, преподаватель Хакасского госуниверситета Валерий Прищепа работал над изданием более 40 лет. Он близкий друг Евтушенко, поэтому в книге есть в том числе и уникальные документы и фото, которым более 100 лет из семейного архива самого поэта. «Свидетельства эти оживляют книгу, поэтому характер книги научно-популярный. То есть, мы не ориентируем эту книгу на каких-то узколобых профессоров, типа авторов, а мы ориентируем на самый широкий круг читателей». «То, что люди идут, только-только начинается «Ночь искусств», это показатель того, что это интересно, что это нужно, что это востребовано, а главное, люди идут семейно. Значит, это семейный досуг, что необходимо, чтобы у нас развивалось общество». «Ночь искусств» – это не развлекательное мероприятие, а культурно-образовательная акция. Впрочем, у гостей была возможность расслабиться, например, послушав живую музыку. Или где еще можно посидеть с друзьями за Хакасской национальной игрой. «Традиционно косточки-баран собирали. То есть, от одного барана можно получить две таких косточки и находятся у него в суставах задних ног. В семье, значит, собирали их до ста штук». Гости праздника отзываются. В этот раз программа намного насыщеннее, чем в предыдущие годы. Необычные выставки и мастер-классы для всех возрастов. «Конечно, в Москве бывает очень по-разному. В Москве очень много всего. И в Москве бывает, что показывают очень высокое, сложное искусство. Но такой теплоты, такого доброго отношения друг к другу нет. Я в Москве не встречаю». «Мы пришли приобщиться к прекрасному. Хотелось бы, чтобы почаще такие мероприятия проходили в городе». Юрий Абумов сегодня гость нашей постоянной рубрики «Писатели Хакассии». Журналист, а с недавних пор еще и главный редактор газеты «Хакассия», пишет в жанре миниатюры. Первая большая книга уже вышла в свет. В прошлом году Юрий Абумов был принят в члены Союза писателей России. Юрий Абумов журналистике 30 лет. Начинал в районной газете «Хакасский труженик», затем перешел в главную газету республики. Был первым заместителем главного редактора и уже несколько дней обживает кресло и кабинет руководителя редакции. Вспоминает, что всегда пытался выйти в своем творчестве за газетные рамки, но не получалось. Предыдущие мои редакторы не позволяли мне никаких вольностей. А вот когда мы с Сергеем Александровичем Сипкиным начали работать, он как бы наоборот это дело стал поощрять. И у меня даже появилась своя рубрика, о чем я всегда мечтал, авторская рубрика в газете, где мне, в общем-то, позволялось на свободную тему создавать свободные тексты. Начиналось как бы все социально, каких-то острых текстов. Потом как-то это все начало ходить на бытовые картинки. То есть то, что мы каждый день нужны. Ну, журналисту зачем искать сюжеты, если они вокруг него постоянно крутятся. То есть это бытовые сюжеты, бытовые картинки. И мало-помалу все это как-то увлекло. Выдержки из этой авторской колонки, переработанные и дополненные, стали основой для первой книги – «Дневник провинциального журналиста». Своим соавтором Юрий Абумов считает художника газеты Ларису Баканову. Без ее иллюстрации книга бы не получилась такой яркой. Книжки его составлены из маленьких таких рассказиков, потому что они имели под собой основание. Сначала в газете шли, как пазлы. Вот когда их собираешь вместе, получается картина нашей жизни. По отдельности вроде там мелочь, здесь мелочь. А соберется вместе – смотришь, да. Сейчас все книги и новые задумки Юрий Абумов отложил. Пауза вынужденная, связанная с назначением на новую должность. Но когда этот организационный период пройдет, обязательно продолжит творчество. Я вот задумал свой дневник провинциального журналиста. Первый том. У меня еще в планах два тома. Один уже, в принципе, готов. А потом, может быть, после реализации этого, появится все остальное. Жанр остается прежним – миниатюра. А тема небольших рассказов подскажет журналистика. О других наиболее значимых событиях культурной жизни нашей республики мы расскажем в следующих выпусках программы «Культура Хакаси». А на сегодня это все. Удачи вам и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Диана Торзок Диана Торзок Диана Торзок Субтитры создавал DimaTorzok